Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему маленькому городку. Я с Васильевской уже ушел и нашел очень интересный дом. Называется Особняк Демидова. Прочитал я некую информацию в интернете по поводу этого дома. Но в основном изначально пишут об этом участке. Участок продавался, перепродавался. Первое каменное строение в этом месте появилось в 1740-х годах. Принадлежало оно купцу Михаилу Панкову. Потом все это продавалось, перепродавалось. В результате в 1820-х годах жена Софьи Ивановна Вельо, того придворного банкира, купила этот участок. И, наконец, в 1836 году, 14 февраля, участок был продан семьей Эссенов за 240 тысяч рублей статскому советнику, владельцу уральских заводов Павлу Николаевичу Демидову, очень известная фамилия. Демидов 25 февраля, то есть практически через 10 дней, выкупил у архитектора Монферрана соседний дом 45 у Морской. Эти приобретения были сделаны Павлом Николаевичем Демидовым перед его женивой на фрейлине Авроре Шерноваль. Аврора Шерноваль считалась одной из самых красивых женщин Тербур. Особняк перестраивал господин Монферран для новых владельцев. По особому заказу Зочи оформил въезд во двор, ворота, балкон, две ниши с фонтанами. Они были объединены в одну общую группу. Их создала петербургская фирма Трискорни. Цокли облицевались сердобольским гранитом. Первый этаж был оштукатурен, но сделан под руст, и это ставит некое впечатление отделки камня. В верхней части фасада помещена скульптура группы работы Фадина Жака, крылатые фигуры с героическим щитом. Но когда-то на щите был изображен герд Демидова. Что касается внутренних помещений, облицовку колонн и камина выполнила фирма Трискорни. В особняке был применен камень, добытый во владениях Демидовых на Урале. Изюминкой интерьера стал малахитовый зал, потому что это было впервые применение малахиты для облицовки помещения. Помещения в стиле близки к классицизму, но присутствуют черты РКК в стиле Людовика 15. Ну а теперь немножко конкретно о людях, которые жили и владели этим домом. Итак, граф Павел Николаевич Демидов, русский предприниматель из рода Демидовых, владелец богатейших уральских чугуноплавильных заводов в 1831-34 годах. Курский губернатор, более известен, да в принципе не более известен, а просто известен как меценат и благотворитель. Сын графа Николая Никитича Демидова от его брака с баронессой Елизаветой Александровой Строгановой. Воспитание получил в Париже в лицее Наполеона. Во время войны 12-го года принимал участие в Бородинском сражении юнкером. Произведен в Ротмистры. В 1826 году уволен со службы и определен чин колежский советник. Какой такой колежский советник? Это гражданский чин 6-го класса в табелях о рангах. И он соответствовал чинам армейского полковника и флотского капитана 1-го ранга. В 1831 году был назначен курским гражданским губернатором, производствовал чин статского советника. Пробовал на этой губернаторской должности 3 года. Пожаловал придворным званием в должности эгермейстера. Ну, мне сразу почему-то на ум приходит такой напиток, если гермейстер очень хороший. Но это не то. Игермейстер – это мастер-охотник, охотник-мастер своего дела. Дословный перевод. Это придворное звание, чин и должность начальника эгерей. Он играл очень важную роль в организации и проведении придворных охот. Назначался из дворя. Демидов покровительствовал, конечно, процветание научных дисциплин в России. И ежегодно делился, если можно так сказать, своими громадными богатствами. В день рождения императора Александра Павловича 17 апреля вносил в Академию наук по 20 тысяч рублей на награды за лучшие по разным частям сочинения в России и по 5 тысяч рублей на издание увенчанных Академию рукописных творений. За такое щедрое пожертвование Демидов удостоился особого уважения императора Николая Павловича. Кстати, он был почетным членом Академии наук. С 1832 года Академия наук из этих пожертвований, которые сделал Демидов, ежегодно назначала некие премии. Премии 5 тысяч рублей большие и 2,5 тысячи рублей малые. Вот некоторые цены. Килограмм икры черной стоил 3 рубля 20 копеек. Рыба свежая стоила 24 копеек. Овощи, помидоры 45 копеек. Конфеты, правда, стоили 3 рубля, батон 3 копейки, картофель 15 копеек. Поэтому эти деньги, я бы сказал, что это грант от этого гранта, это были очень большие. Также он учредил в Санкт-Петербурге детскую больницу, на содержание которой внес особый капитал. И, кроме того, сделал крупное пожертвование в комитет инвалидов, приют для бедных, общество, садоводство и другие. Вот такой человек действительно занимался благотворительностью. Умер в 1840 году в Майнце. Кстати, он был женат на Авроле Карловне Шернваль и имел единственного сына Павла. Ну, а вдовев Авроле Карловне, вступил в брак Крамзины. Это сын истории Крамзина. Что касается Демидова, Демидов, конечно, у него огромный класс в развитии промышленности на Урале. Именно при нем были созданы в России первые паровозы механиком Черепановым. Бразно-залитейное дело под руководством Звездина. И в 1833 году была открыта высшая заводская школа, которая готовила кадры из местной технической крепостной интеллигенции. На заводах, владельцем которых был Демидов, внедрялись передовые технологии, строились различные машины, ну и так далее. То есть он вообще действительно внес вклад в развитие промышленности России. Он имел многие российские иностранные ордена. И французский король Луи Филипп присуждал ему, даже дважды присуждал ему высшую награду Франции в Орден Почетного Легиона. Но российский император Николай II не разрешил принимать этот орган. Ну вот, собственно говоря, практически все, что я хотел рассказать, что я нашел в интернете об особняке господина Демидова. Все, всем пока, всем привет. Будете там проходить как-нибудь. Будете уже знать, что это особняк Демидова. Все, пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok